Приветствую всех. Меня зовут Петр. Я из одноклассников. Занимаюсь Jira, Confluence, Bitbucket, много чем еще. И, сказать по-честному, я не сильно люблю плагины. Точнее, даже не сами плагины, а те внезапные эффекты, которые периодически с ними возникают. Но на радость тебе. Я также… Мне нравится программировать. И это… Так, а что случилось? Я куда-то убежал. Вот. Почему-то сразу тренды пошли. Да что не так с этой презентацией? Одну секундочку. Так. Вот я не знаю, что это такое. Я не понимаю, почему он не работает. Ладно, пусть будет так. Вот. Ну, на самом деле я уже представился. Ладно, начнем дальше. И сегодня я буду рассказывать вам свой experience в Jiton'е и способы, как мы в одноклассниках смогли заменить ряд плагинов. В основном, это, конечно, плагины более-менее простые, но, тем не менее, их замена позволила увеличить производительность в некоторых кейсах, а также значительно сэкономить. Итак, поехали с самого начала. Начнем именно с проблем. Кстати говоря, касательно программирования, хочу отметить такой факт. Вот когда я только познакомился с Jira, мне сказали, что ты будешь не только администрировать, ты будешь ее программировать. Я спросил, почему? Потому что на тот момент как-то готовых решений не особо было много. Ну, ладно, смирились, начали программировать. Сегодня 2017 год и почти уже 2018. Кстати, всех с наступающим. И мне опять же говорят, да и я сам подхожу к мнению, что тоже приходится программировать и программирую. Но почему? Вроде бы, казалось бы, очень много решений, и индустрия вокруг Atlasian выросла до небес, но перемещаясь в 2017, слишком быстро перемещаясь, ладно, не важно. Оказывается, что слишком много решений стали стоить денег, иногда даже очень приличных. И действительно, с первого взгляда, если зайти на Marketplace, глаза разбегаются, видишь очень много решений, как платных, так и бесплатных. Прежде всего, конечно, ищешь бесплатные какие-то плагинчики, которые покрывают твои кейсы, и начинаешь их устанавливать, устанавливать, работать с ними. Но потом, потому что в этом есть смысл. У плагинов преимуществ хватает. Это, прежде всего, не нужно ничего программировать, просто поставил и работаешь, даже можно техническую поддержку запросить. Но и с чем я, собственно, сам сталкивался, и, возможно, вы тоже сталкивались, если начать обновлять Jira, то могут возникнуть определенные проблемы. Итак, кейс или даже типичная ситуация, поставили Jira, наставили плагинов. Как правило, вот в моем случае чаще всего мы ставили какие-то небольшие плагины, потому что кейсы, как правило, маленькие, закрывают то, закрывают это. Бесплатные, опять же, потому что плагинов в бесплатном, грубо говоря, ну, хватает на маркетплейсе. И выбирая между двумя плагинов, один из них, который стоит огромные деньги, а другой стоит, грубо говоря, ничего, ставишь и радуешься. Ну, до поры до времени, опять же. И чаще всего, конечно, бывает, что они даже не поддерживаются. Ну, когда дают плагин, который ничего не стоит, казалось бы, ну, ладно, переживем без поддержки, но потом начинаются самые проблемы. И когда идет обновление, то мы получаем неприятную ситуацию. В первую очередь плагины очень любят разрастаться до небес. Типичный пример, когда вы или вот в моей практике был случай, плагинчик поставили, он вполне себе восполняет нужную функцию, причем нужную, которую мы искали. Но с обновлением Jira новая версия выходит как агрегатор нескольких функций, из которых, допустим, 99 нам не нужно, одна нужна, но при этом все эти 99 функции не отключаемы в плагин менеджере и подвисают систему. Ну, это, конечно, проблема, да. Ну, и опять же, самая типичная и неприятная ситуация, которая всегда возникает, что нужно платное обновление. Приходится либо триал ставить, либо опять где-то там выискивать деньги. Даже если, в принципе, бюджет резиновый, как бы все равно неприятная ситуация. И что часто бывает, либо вендор не успел выпустить плагин под новую версию, либо просто бросил его. Такое тоже бывает, потому что жизнь такая. И в конце концов приходится осознание того, что плагин, конечно, штука хорошая, но у него хватает недостатков. И если с этими недостатками постоянно сталкиваешься, это мешает жить, мешает обновляться, возникают какие-то своеобразные проблемы, то приходится искать другие решения. В данном случае какие решения вообще существуют? Ну да, такие решения существуют. В частности, не говоря уже о том, что можно написать свой плагин, об этом я на это не буду заострять внимание, потому что это отдельная тема. Существует несколько реализаций различных языков внутри Jira, с помощью которых можно, в принципе, что-то сделать со своими руками. Если есть жилка, если горят глаза, если есть какие-то навыки, ну или можно даже просто научиться. И в данном случае я буду рассказывать о JITAN. Немножко, конечно, еще JavaScript захвачу. JITAN представлен в Marketplace и Atlassian для Jira как плагин Jira Suite, Scripting Suite for Jira. Почему мы выбрали его, допустим, не GroovyRunner? Ну, прежде всего, потому что мы можем. Так сложилось исторически, что команда у нас состоит в основном из людей, которые являются питонистами. Либо это бывшие администраторы, либо это люди, которые с Linux много работали, и с питоном знакомы. А по сути JSS — это плагин, который реализует питон. Ну, с небольшими Java-примесями. Опять же, он бесплатный. Есть бесплатная версия. Ну, к сожалению, да, есть такая проблема. Но смотря какая версия, опять же. Бесплатная версия для каких-то версий Jira имеется. Опять же, существует исходный код, который можно, в принципе, скачать и, не знаю, форкнуть этот плагин никто не мешает. Мы любим такие плагины, у которых есть исходный код, потому что, когда наступает такая же проблема, и плагин для разработки становится платным, его всегда можно форкнуть и скомпилировать под свои нужды. Вот. Ну, ладно, давайте тогда уже перейдем, собственно, к решениям, которые мы смогли покрыть именно JITON. И прежде всего, чтобы начать об этом разговаривать, я, конечно, уже долго об этом разговариваю, что прежде всего менять можно? Ну, в моей практике мы меняли что? Мы меняли поля. Ну, с некоторой оговоркой, потому что есть там нюансы, об этом я расскажу позже. В основном, конечно, это функции, валидаторы. Как правило, то, что мелкие плагины делают. Я как-то лазил по маркетплейсу и обратил внимание, что очень много плагинов, в принципе, делают какие-то такие встроенные постфункции, встроенные валидаторы, встроенные кондишены. Вот это все встроено. В принципе, никто не мешает написать самостоятельно. Ну, и в связке с JavaScript-ом периодически можно решить даже какие-то кейсы с интерфейсом. Ладно. Ну, в общем, все то, что можно реализовать маленькими плагинами. И начну я, пожалуй, с утилс-плагинов. Их несколько. Я все даже не помню на самом деле. Вот в данном случае был кейс. Я специально выбрал его, если я не ошибаюсь, это был Jira Suite Utilities плагин. У него было очень много постфункций и валидаторов, которые, в принципе, спокойно меняются с помощью Jiton. И обнаружив, что в нашем workflow ничего особо выдающего, если эти плагины не делают, пришли к мнению, что можно просто переписать на Jiton. И кто сможет угадать, сколько строчек Python-кода понадобилось, чтобы заменить вот такой валидатор из этого плагина. Та-дам! Я справился с одной строчкой. И, по сути, плагин, в принципе, нам оказался не нужен, потому что одна строчка кода делала то, что делает этот плагин. При этом, насколько помню, он тоже лицензироваться начал за какое-то количество долларов. Ладно. Что? Импорт классов не всегда нужен. В данном случае они подгружаются автоматически для валидаторов. Хорошо, что вы заметили. Ну и примерно то же самое из тех же плагинов. Это различные постфункции, которые что-то копируют. Я часто встречался в своей практике, особенно в прошлом, в других компаниях, что очень много были наставлены плагинчики, которые определенное поле копируют в другое определенное поле. Особые или даже стандартные стринги. Ну, казалось бы, ну что в этом такого особенного, за что нужно обязательно какой-то плагин ставить и при этом еще лицензироваться. Потому что несколько строчек кода типа вот таких вполне справляется с той же самой задачей. И в данном случае, да, это как бы выдернуто с реальной джири. Оно копирует содержимое одного поля в другое и при этом не использует ничего, кроме джайта. Никаких сторонних плагинчиков. Ладно, поехали дальше. Вот одна из моих любимых вещей. Вообще я общался с различными людьми, с различными джироводами и был приятно, или даже неприятно, скорее, удивлен, в том, что есть компании, в которых купленный Groovy Runner, но при этом купленные судоплагины. Такие есть, их несколько штук. Я как минимум две, два знаю на Marketplace. И это удивительно, потому что встроена функция в Groovy Runner в принципе существует и позволяет переключаться пользователя. Зачем покупать дополнительный плагин, не всегда понятно. Если же в Groovy Runner нет, то джайта нам вот с помощью такой довольно простецкой функции можно сделать то же самое. И она работает. Вот, кстати, кому интересно, может ли это фотографировать, либо на GitHub посмотреть. Я выкладывал ее. Потому что в Гугле я что-то подобное не нашел. Поэтому если кому-то нужен судоп, пожалуйста, берите. Но можно, соответственно, парировать. Вот у судоплагинов, которые в Marketplace представлены официально, есть такая замечательная киллер-фича, которая позволяет на интерфейсе. Там красивое окошко, красивое поле, вписываешь имя, переключаешься. Ну окей, если программировать, либо умеете, либо хотите научиться, либо, в принципе, это возможно, допустим, обернуть тот же самый скрипт, который я только что показывал, в функцию и засунуть в интерфейс JITAN REST API. То есть на JITAN Jira Scripting Suite плагин позволяет писать свои REST методы. И сделав что-то подобное, просто обогатив определенными, ну в основном это ретерны на ошибки и проверка ошибок можно сделать элементы интерфейса, которые позволят, в принципе, ничем не хуже переключаться. В данном случае вот я писал эту штуку, которая просто в итоге у каждого пользователя есть такая ссылочка SU, на которую если нажмет администратор, он спокойно переключится. Ну в данном случае, понятное дело, мне понадобилось еще JavaScript. Вот, кстати, он. Просто составленный метод, сохраненный метод в REST интерфейсе JITAN позволил его вызывать и переключаться пользователем тем же самым скриптом. Окей, поехали дальше. С клонированием похожая была ситуация, как бы изучив свой workflow, а также если вспоминая какой-то предыдущий опыт, я обнаружил, что чаще всего ситуации с клонированием сторонними плагинами связаны с тем, что плагины сторонние умеют составить какой-то сценарий, то есть какой-то определенный проект, в какой-то определенный, не знаю, summary написать, еще там какие-то поля предзаполнить. Ну, в принципе, когда прошлись по workflow, поняли, что мы делаем, мы в принципе это спокойно можем сделать с помощью JITAN, просто вызвав несколько классов, вызвав создание таски, указав нужные поля, и в данном случае один из образцов, он больше синтетический, конечно, такой самый простой, но при этом он работает, и что-то подобное есть на боевой системе. И он является постфункцией просто в нужном месте, где нужно что-то проклонировать, добавлено постфункции, и она это делает по заданному нами сценарию. И тем самым плагинчики клонирования не понадобились. Окей. Еще хороший кейс, с которым я сталкивался, и который одно время мне очень прям нравился, это был как, вот забыл название плагина, честно говоря, но суть была в следующем, что он создавал поля, которые позволяли запомнить, кто последний транзитил таску в каком-либо проекте. И когда-то, озадачившись этим вопросом, а можно ли то же самое, но без этого плагина, чтобы его не ставить, потому что там плагин, там куча разных функций, которые не нужны были в принципе, но вот очень хотелось такие поля. Ну да, создали, что сделали? Создали обычный юзер пикер, обычный дейт-тайм пикер, и постфункцию на джайтоне, которая предзаполняет эти поля, когда переход вызывается. Ну и добавив нужные переходы, которые нам нужно трекать в проекте, в конкретных тасках. А когда может понадобиться ситуация, что нужно отслеживать любые из имеющихся ивентов, то тот же самый скрипт вполне себе нормально падает в качестве скрипта листнера. То есть у джайтона есть возможность добавить листнер. Ну и отдельное слово в плагинчике SumUp, от которого я избавлялся в последнюю очередь при последнем обновлении, который внезапно меня удивил, что он делал. Вот этот скриншот из маркетплейса, он просто по результатам фильтра колоночки считал сумму, если это number field, допустим. И у него тоже появился ценник, и даже не столько сильно дорогой, сколько подумал, зачем он нам нужен, какой мы кейс им покрываем. Обмозговав это дело, поняли, что наш кейс единственный. У нас есть тасочки и несколько фильтров, которые ищут залинкованные с этими тасочками другие таски в другом проекте, и просто на этом фильтры выводят сумму. Ну, рассудив так, мы просто сделали таким образом, что непосредственно в таски, которые залинкованы, мы вывели несколько полей. В данном случае только два поля, суммирующие определенные циферки, и воспользовавшись JavaScript. Здесь сначала был и Jiton, но потом все схватилось до одного JavaScript, который, в принципе, вызывает этот фильтр и по его результатам делает суммы, и потом просто спокойно аппендом добавляет в нужную таску. Используется RESTAPI. Я как-то уже на одном из собраний Atlassian User Group рассказывал про RESTAPI. Если интересно, можете там зайти в сообщество, попробовать найти мой доклад. Да, на GIT это все есть, да. Да, конечно, ссылочку предоставим. Все, и этим можно пользоваться, в принципе. Если у кого-то есть sum-up, и, в принципе, не важно, где рисовать результат поиска, если он специфический, опять же, у нас был специфический поиск, то можно, в принципе, хоп и поменять, и все нормально. Ну, по итогу довольно много различных мелких плагинов удалось просто убрать. И это были не обязательно платные плагины, это бывали даже плагины, которые либо делают слишком много, помимо того, что было нужно, или даже в какой-то момент просто перестали делать то, что нам нужно. Тем самым просто, ну, как сказать, когда плагинов много, это тоже не совсем хорошо, я считаю, потому что, опять же, там вопросы производительности, вопросы какого-то там обновления, что там что-то может сломаться, ну, таким образом, просто оставив Jiton Runner и несколько таких плагинов, которые заменить невозможно. Это обычно какие-то крупные плагины вроде Jira, опять же, Jira с RSD-ска или какое-нибудь портфолио, ну, понятное дело, там его Jiton не напишешь. Вот. А в остальном, в остальном вполне различная мелочевка была удалена, и, в принципе, мы живем счастливо и думаем над тем, как избавиться еще от части плагинов, до которых еще руки не дошли. Окей, ладно, раз уж я здесь вышел рассказывать про разработку Jiton, дам несколько советов, которые в основном составлены по опыту, как горькому, так и приятному опыту программирования на Jiton и использовании JSS. Вот. И, возможно, если вы заинтересуетесь этим методом разработки под Jira, это может каким-то образом вам помочь. Ну, во-первых, когда написали скрипт и ставили его куда-нибудь в постфункцию или в вализатор, хорошо, она работает, прям workflow вставляется, никаких проблем. Ну, со временем может возникнуть, ну, типичная ситуация, когда этот же скрипт нужен для другого, для третьего перехода, для четвертого, пятого, ну, и постоянно так вставлять, ну, как-то можно, но потом неудобно обновлять. Вы сделали новый скрипт, и вон это в одном переходе, в другом, в третьем, там, в четвертом забыли, в пятом вообще найти не смогли, допустим. И хорошо бы, конечно, это все унифицировать, чтобы написав один скрипт, просто добавлять его в нужные места. Jiton это умеет, причем умеет интересным образом, он создает файлики, вот у Groovy, может, знаете, можно выкладывать файлики на файловую систему и их подключать к workflow. При этом у Jiton мне нравится особенно фишка, что эти файлики можно вполне себе считывать в интерфейсе, в интерфейсе редактированный workflow и просто менять на лету, то есть не лезя в файловую систему. А сделав один универсальный скрипт и добавив его в нужные места, где он может использоваться, можно одно малейшее изменение и все накатывается на все остальные переходы, при этом как бы не надо там лазить в остальных переходах, что-то править. У этого, конечно, метода есть один недостаток, но об этом позже. И про смысленные имена можно говорить долго. Вот программисты, как из команды, так и просто, очень любят написать большой код, потом его ставить, особо не подумав над тем, как называется скрипт. И в итоге вешается кейс, допустим, на меня как администратора что-то переделать. Я захожу в Workflow и просто не понимаю, а что вот эти скрипты делают. И вот я вижу очень много кода, и если его не разбирать долго и мучительно, то можно и не понять, что, собственно, происходит. Скрипт один, скрипт два, непонятно. Поэтому, конечно, хорошая рекомендация, которой я часто пользуюсь, которой пользуются мои коллеги, это называть скрипты хотя бы так, чтобы один взгляд на название мог дать примерное представление, как этот скрипт работает. И чтобы особо не вникая в непосредственности держания скрипта, понять, что он делает вот это, а второй скрипт делает вот это, третий вот это, и в итоге у нас получается вот какой-то вот такой результат. Окей. Да, это хорошо. Да, это тоже хороший совет. Спасибо за то, что вы его подсказали. И, в принципе, у меня будет тут еще один момент по поводу комментариев. Ну, перейдем к контролю версии. Вот та ситуация с многоразовым кодом может вылиться в неприятную проблему, с которой, конечно, иногда бывает сталкиваются как опытные, так и неопытные администраторы, что в какой-то момент workflow, который, допустим, три года не трогали, внезапно валится на переходе с какой-то вот такой вот ошибкой непонятной, вот что делать. А вот, как бы, всех поспрашивали, никто ничего не менял, как бы, ну, или точнее потом начинает проговариваться, что где-то там, в другом месте меняли. И оказывается, что меняли функцию, которая используется еще много где, и начинаешь разбираться с этой проблемой, а что конкретно поменяли, и как это вернуть. И очень долго и мучительно смотришь на это безобразие, ищешь проблему, находишь в том, что кто-то поставил не тот custom field number. Но чтобы этого избежать, хорошая рекомендация, особенно для тех, у кого есть Bitbucket, это вести контроль версии над скриптами, потому что добавляя один единственный комментарий в какой-нибудь скрипт с хэшем последнего коммита, можно, по крайней мере, в Bitbucket потом зайти и посмотреть, кто же все-таки натворил делов, и как вернуть все на предыдущую версию. Если это сделать, вполне можно найти конкретное место изменения и предыдущую версию, и кто это сделал. В данном случае это вот я QuickFix понаделал и все сломал. Но за счет контроля версии вполне себе нормально восстанавливается. Ну и, конечно же, общий совет. Тестировать все на тестовой системе, потому что это, конечно, понятно, хардкорный метод программирования никто не отменял, там хоп-хоп и на продакшн, но устроить какой-нибудь бесконечный цикл и повалить джиру, в принципе, на джайтоне как нечего делать, поэтому пишите аккуратно, проверяйте все на тестовой системе, что ничего не ломается, и тогда выкатывайте в прото. И контроль версии в этом плане даже может поможет гораздо больше, чем просто руками что-то контролировать. Ну и, подводя итоги, в целом я пытался посчитать, сколько плагинов именно по стоимости мы заменили и сколько заэкономили. Это получилось порядка 35 тысяч долларов. Причем подсчет было вести достаточно сложно, потому что легко посчитать плагины, которые выкинули, но трудно посчитать плагины, которые в принципе не установили с той мыслью, что, глядя на плагин, поняли, о, а мы знаем, как это сделать с помощью джайтона. А таких вспомнить очень тяжело. Ну и в целом как бы решение с помощью своих скриптов это хорошо, у него есть как плюсы, ну и минусов тоже хватает. И что использовать конкретно в вашем бизнесе, что выгоднее, программировать самим или закупиться плагинами, какие риски нести, это все-таки выбирать вам. Главное знать, что решение есть, решение разное. И зная это, достигнуть самых высоких вершин, которые только могут быть в администрировании джиры, программировании под джиры и улучшении бизнес-процессов. Ну, каждый волен сам выбирать себе средства. Спасибо. И на этом у меня пока все. Жду ваших вопросов, замечаний и предложений. Максим Эвстратов с компанией PowerTask, мы партнер Атласин. Петь, смотри, как бы вот мы тоже обрастаем скриптами, у нас скрипт скриптом погоняет, действительно это помогает решать многие вопросы, мы обходим плагины. Но вот наш опыт показывает первое в твоей истории, что, например, предлагаешь джайтон, мы делаем это на силе, то есть есть еще вариант на груве делать. Но история такова, что если у тебя один человек в команде и занимается поддержкой, то получается, что если этот человек уходит, когда приходит новый человек, разобраться в том, что там за космический корабль, потому что это не плагины, которые можно прочитать документацию. Это часто вагон скриптов, которые, как ты показываешь, нужно еще раз курить, как они работают и сломать здесь достаточно. То есть человеку, чтобы принять это на поддержку, это тяжело. То есть если у тебя в команде там как минимум два человека, один уходит, то второй может хотя бы объяснить, что это такое, как бы как это работает. Ну и еще когда вот выбираешь, ты предлагаешь джайтон, да, там как бы, ну вот опыт показывает то, что мы видим по администраторам именно на рынке, люди, которые сопровождают продукты Atlassian. Я бы сказал, что будет достаточно сложно найти администратора, у которого есть опыт именно на джайтоне, да, там, то есть он еще должен знать, ну питон тогда в твоем случае, да, там для того, чтобы с этим разобраться. То есть как бы, как правило, люди, ну, больше тяготеют к двум стандартным историям. Это вот, собственно, скриптранер, груви, да, там, как бы, и вторая история, это вот, собственно, силовская. Вот. И по поводу, то есть тоже ты меня навел на мысль, мы когда смотрели вот твои плагины, да, там тебе подсказали по поводу комментирования. У нас еще тоже история, что когда становится очень много скриптов, ты на них смотришь, и у них как бы с постфункции-то все понятно. То есть ты когда заходишь в workflow либо куда-то, ты видишь, какой набор у тебя есть, из чего ты выбираешь, какие у тебя элементы, кирпичики стандартные готовы. То есть у нас, а по идее, вот к тому скриптам, к тем скриптам, которые делаешь, нужно тоже делать некоторый реестр, страничку в конфлюенсе, которая описывает какие-то типовые утилиты, вот как ты показывал, у силы он тоже делает файлики, которые выполняют определенную рутину, ну, то есть как бы работу. Поэтому думаю, что мы тоже будем в эту сторону двигаться, попробуем прописать те рутины, которые у нас есть, которые мы разработали, которые можно с лету вставлять, чтобы не придумывать заново код, не писать, чтобы человек заново велосипед не придумал, потому что мы там уже всю эту историю именно придумали. Вот, поэтому вот, собственно, вот такой вот тебе комментарий, да, там и ребятам по поводу того, вот если делать разработку, то чем это все может, собственно, закончиться, и как бы что выбирать для разработки сил, либо скриптранер, либо, собственно, джайд. Да, прекрасный комментарий. Спасибо большое. Позвольте, я тоже добавлю. В копилку сил скрипта могу еще добавить… Прошу прощения, меня зовут Ферас из NetBuyNet. В копилку сил скрипта еще хотел сказать, что был у меня, например, случай, когда на версии до 6.4, точнее с 6.4 и выше, Atlassian изменили архитектуру классов. То есть раньше у тебя везде есть компонент аксессор, раньше это был компонент менеджер. И когда было это обновление, то ли мы не заметили, что они изменили, то ли еще что-то, но у нас все скрипты дружно посыпались. Сил скрипт, чем хорош тем, что когда он обновляется, он, соответственно, все эти классы в себя подгружает и всю архитектуру в себе хранит. То есть нет проблем именно с этим. И еще, что хотелось добавить, например, в сил скрипте мне нравится возможность инклюдить алиасы кастомфилдов, то есть не использовать в самих скриптах название кастомфилд такое-то. В принципе, в питоне тоже можно сделать, насколько я знаю, страничку и ее инклюдить уже к коду с алиасами на кастомфилды, чтобы менять их потом в одном месте. По мне так тоже удобнее. Прекрасные комментарии. Они прежде всего, как мне кажется, завязаны на качестве разработки. Я понимаю, что любую разработку, понятное дело, нужно вести по каким-то определенным, не знаю, оговоренным или известным стандартам. Не знаю, не только в битбакете просто код хранить, но еще и, как вы правильно сказали, и комментарии оставлять, и странички на том же конфликте вести тоже вполне полезно, потому что, да, бывает ситуация, когда нужно нового человека обучить быстро и без лишних хлопот. Документация — это всегда хорошо. С этим я согласен полностью. А на чем программировать? Ну, тут если не вдаваться в кусовщину, то все зависит еще от многих факторов. В данном случае один из факторов, по которому мы выбирали джайтон, был прежде всего потому, что мы были программисты джайтона, и все пошли оттуда, все питанисты. И уже инфраструктура с кучей питонов, скриптов было, когда программируешь на одном языке и там, и там. Это было в нашем случае удобно. Сил скрипты, да, смотрели, хорошая штука. Можно тоже использовать, как бы я не против. Ну, сил не альтернатива питону, потому что она используется только для внутреннего. Прошу прощения. Да, а есть вопросы еще непосредственно. Да, у меня небольшой вопрос, а может большой. Меня зовут Илья, я работаю руководителем проекта Armata, разработки проекта Armata. Я, в принципе, пользуюсь скриптранером, но у меня вопрос про настройку интерфейса. У меня есть там некоторые запросы по довольно большой перестройке именно вебовской части. Что порекомендуешь для этого? Ну, в общем, короче говоря, простым JavaScript у меня получается довольно плохо решить. Может быть, ты знаешь какие-то более мощные инструменты. Ну, как в одном из кейсов показывались, периодически можно решать проблемы, если нужно что-то внутри классов самой Jira реализовать, как вот на Jitani, на Groovey. Можно всегда написать REST метод, который что-то там будет у себя во внутренней кухне творить, совершать. А непосредственно уже его результат можно выдавать уже JavaScript и продрессовывать просто в интерфейс. Вот мы в своих кейсах довольно часто этим пользуемся, потому что, ну, к сожалению, вот Jitani не умеет интерфейс напрямую изменять, Groovey не уверен, по-моему, тоже или не тоже. Коллеги меня потом, если что, поправят. А в сочетании с JavaScript, как бы некоторые считают, что это два разных решения, как бы, которые друг с другом конкурируют. Ну, я считаю, что их лучше использовать вместе, потому что один рисует, другой непосредственно что-то делает внутри системы. И мне кажется, что ваш кейс как раз можно было бы решить подобным образом. Спасибо. ВТБ Капитал, Дмитрий, релиз менеджер. Вопрос такой, в Jitani входит ли, в плагин Jitani входит ли какая-то среда разработки, как процесс разработки выглядит? То есть это мы в environment Jira что-то там программируем, автокомплит или какая-то отдельная, совсем отдельная environment? Ну, как бы в своей работе какой-то такой, не знаю, большим SDK пользоваться не приходится. Но мне кажется, что все, что подходит для Python, в принципе, можно приспособить и для Jitani. Потому что, по сути, это тот же самый Python. Единственное отличие, он может вызывать классы из Java, внутри самой Java. внутри самой Jira. Вот. И что там? Ну, Eclipse, возможно, спасет. А ты сам чай пользуешься? Сам? Ну, у меня в основном эти sublime тексты и прочие редакторы. То есть мне этого хватает. Скриптов таких прям сильно гигантских нет. И тестовые системы, опять же.